Летняя погода переменчива. Ещё вчера был зной, а сегодня дожди. На пике жарких дней врачи скорой помощи всегда ощущают значительный прирост обращений пациентов. Так, летняя активность, занятия спортом, отдых на природе почти вдвое увеличивают количество травм. Я отдыхал, был в лесу неделю. Кемпинг у нас был. И в играх у нас было много активных игр. Мне прилетел человек с колена в икру. И всё, всё немело, всё раздулось. Я хромал 3-4 дня. И я вам скажу, что по приезду сюда первым делом решил сходить, сделать снимок. Вслед за травмами идёт ухудшение состояния на фоне перегрева. Знойная погода и температура выше 30 по Цельсию в первую очередь опасна для пожилых. Людей, страдающих с сахарным диабетом и повышенным давлением. Действительно, гипертонических кризов из суток в сутки, их достаточно много. Пациенты принимают свои препараты в том же режиме, не меняется схема, но за счёт погодных условий люди себя чувствуют достаточно плохо и поступают к нам. В этом году было трое пациентов с перегревами. Они были лёгкой степени. То бишь, им оказана помощь на этапе приёмного отделения, дальше амбулаторная помощь. В прошлом году мы наблюдали двух пациентов с тепловыми ударами, где всё сопровождалось потерей сознания, судорогами. Эти пациенты находились на лечении в реанимационном отделении, что, конечно, говорит о достаточно тяжёлом состоянии пациентов. Также в этом году уже есть два случая, когда на скорой привозили людей с признаками утопления. Это 40-летний мужчина, который решил поплавать в состоянии алкогольного опьянения, и 70-летняя пенсионерка, которая упала в воду и захлебнулась. К счастью, пока обошлось без летальных исходов. Одно утопление лёгкой степени пациент отпущен домой после обследования на амбулаторное лечение. Одна пациентка тяжёлая находится в реанимационном отделении на искусственной вентиляции лёгких, имеет большого объёма аспирационную пневмонию, получает лечение, я думаю, конечно же, она поправится. В летнее время медики советуют не забывать о мерах предосторожности, отдыхать на водоёмах в установленных местах, не заплывать на глубину и не прыгать с обрыва. В жару учитывать особенности организма и состояние здоровья, не оставаться на открытом солнце более получаса. Если почувствовал, что плохо, допустим, если этот пациент принимает свои препараты, и этот человек, допустим, со стажем гипертонии, это приём половинной дозы препарата, на котором он находится. Конечно, это вызов скорой помощи. Если случилось что-то по типу теплового удара или перегрева, значит, мы должны что? Освободить одежду, дать приток свежего воздуха, дать воды, если человек в сознании попить. Мы можем смочить руки, смочить лицо, но если человек уже без сознания, либо же у человека судороги, конечно, никакая вода и никакой приток свежего воздуха здесь уже не поможет. Здесь только поворот на бок, вызываем скорую помощь, препятствуем тому, чтобы человек в судорогах повредил себе, допустим, голову или конечности. Лето перешло в свой экватор, и хочется, чтобы его остаток запомнился положительными эмоциями. И если над погодой мы не властны, то здоровье и безопасность во многом зависят от нас самих.